Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический, русский государственный деятель, создатель Черноморского военного флота и его первый главнокомандующий, генерал-критмаршал, фактически правитель Молдавского княжества в 1790-1791 годах. Две огромные империи, Российская и Османская, несколько веков сражались между собой на земле Молдавского княжеского. Знакомство Потемкина с Молдавией началось еще в юношечке, во время учебы Григория в гимназе Превосковском университете, при общении с архиепископом Можайским и Крутицким в России, родом из Молдавского княжества. За участие в перевороте империатрица поджал во Григория Александровича камергером ко двору, званием подпоручика в канагвардейском полку. С началом русско-турецкой войны 1768-1774 годов Потемкин отправился в действующую армию волонтеров, то есть добровольцем на историческую родину своего наставления. Командуя кавалерийским отрядом за подвиги, боевых действия под крепостью Хатин и Хакшанами был произведен генерал-майор. С назначением главнокомандующего графа Румянцева, русская армия начала наступательные действия против турецких войск. Потемкин, командуя кавалерийским корпусом, доблестно действуя знаменитые сражения. У рябой могилы, у ларги, у кавула. Кавалерийский отряд Подвиги в этих сражениях Потемкин был награжден орденами Георгия Третьей степени и Святой Англии. В 1774 году Потемкин был отозван в Петербурге. Ему было присвоено звание генерал-аджетан, а также он был назначен членом Государственного Совета. В 1783 году Потемкин реализовал свой проект присоединения Крыма к России, получив за это титул светлейшего князя Тавричества. В 1784 году Екатерина произвела Потемкин, генерал-фельдмаршалов, назначила президентом военной кавейки и генерал-губернатором на российской губернии. В 1787 году началась война с Турцией. Потемкин назначен главнокомандующим русскими армиями. Проводя в жизнь свой план войны, Потемкин давал Суворову полную самостоятельность в выборе способов действий. В результате успешных боевых действий взята в 1788 году крепость Очаков, победа Факшанской битвы, сдана без боя Бендерская крепость в 1789 году, взята крепость Измаил в 1790 году. В декабре 1789 года Потемкин переехал в Яссы, столицу молдавского княжества, где основал свою главную квартиру. Не дождавшись подписания Ясского мирного договора, светлейший князь ехал в Николай, в Ясс, и 5 октября 1791 года умер в молдавской степи. 29 декабря 1791 года был подписан Ясский мирный договор. Вернувшиеся к потомкам, Потемкин будет символизировать и охранять мир на этой степи, и трон, и между молодыми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok